Друзья, приветствую всех! Сегодня будет видео, как в старой доброй, когда я записывал для вас ролики с Мазерати, вот, на простую камеру. В общем, возобновляю рубрику «Советы миллионера», и это все, ребята, благодаря вам. Вы меня на это замотивировали, а конкретно Денис и Ярослав, они прислали мне крутейшие ролики, я их опубликовал у себя в Инстаграме, вот, в Телеграме, можете посмотреть эти ролики. И вот то, о чем я говорил, я в свое время замотивировал вас, вы замотивировали меня, и так по кругу, и так по кругу мы несем друг другу пользу. В общем, друзья, огромное вам спасибо, вот вы меня спрашивали, кто меня мотивирует, вы меня мотивируете. Когда меняете свою жизнь в лучшую сторону, я понимаю, что я не зря занимаюсь своим делом, так же моя команда меня мотивирует. Кстати, вот спасибо моей команде, смотрите, какой мерч мне подогнали, вот, подогнали мне, ребята, шорты под Rolls-Royce с логотипом. Димон, Андрюха, спасибо. Итак, на какую тему мы сегодня будем говорить? Сегодня я хотел бы обсудить очень важную тему, которая касается абсолютно всех. Как справиться с болью, как справиться со страхом, как справиться с депрессией, и как сделать так, чтобы это не портило вам жизнь. Потому что мы творим, мы создаем, мы добиваемся успеха только вот в приподнятом состоянии, не в состоянии апатии. А многих людей сильная боль вообще же ломает, и они не могут подняться. Ребята, это так важно, научиться с этим справляться, потому что, ну, в мире, на планете Земля, среди вас, нет ни одного человека, который бы не сталкивался с болью. И вот есть одно универсальное средство, которое вам поможет, которое мне помогло в свое время справиться с очень сильной болью, это техника благодарности. Я, ребята, можно сказать в этом эксперт, потому что я это практикую уже сколько? Уже 8 лет. И пока вот лучшего средства от боли, от негативных мыслей я не находил. Потому что, смотрите, все наши страдания, они из-за чего? Они только из-за негативных мыслей, только из-за негативных мыслей. Они не из-за ситуации, которая произошла, они из-за того, что мы думаем по поводу этой ситуации. И вот люди раскручивают негативную спираль, это как снежный ком. Негативная мысль цепляет еще одну мысль, и мы просто закапываем себя. Что нам нужно сделать? Нам нужно раскрутить спираль в другую сторону, нам нужно раскрутить спираль позитивных мыслей. Но, друзья, очень важный момент, если у вас есть сильная боль, ее нужно обязательно прожить. Не нужно от этой боли прятаться, не нужно от нее убегать, не нужно это все замещать там какими-то фильмами, какими-то встречами с друзьями. Если есть сильная боль, проживите, побудьте с ней наедине. Если хочется плакать, кричать, плачьте, кричите, это нужно все выплакать. Я в свое время очень много плакал, да вот и недавно, да, что скрывать. Вот была операция у жены. Смотрите, я не какой-то вам там киборг, мотиватор, мы все с вами живые люди. И вот если с любимыми людьми что-то случается, это больно, это больно. Я плакал, но я-то прожил, я-то прожил, я от этого не убегал. И вот после этого, когда уже нету сил плакать, вот после этого нужно подключать технику благодарности. Смотрите, есть такое крутое выражение еще, что облака изливают дождь до тех пор, пока в них есть вода. Поэтому боль нужно прожить, проживите ее по максимуму. Закройтесь там одни в квартире, нужно поплакать, поплачьте. Потому что если это все держать в себе, если от этого убегать, оно потом вам аукнется. Оно может проявиться на вашем здоровье, да, потом у вас появится какая-то опухоль. Это нужно проживать. Поймите, это не признак силы, вот это вот все таить в себе. Вот мужики не плачут, да, это все полная хрень. Это признак глупостей. Вы же потом от этого будете страдать в будущем. Короче, есть сильная боль, вы ее сначала проживаете и только потом подключаете технику благодарности. Давайте расскажу, как было у меня. Смотрите, самая сильная боль и самая длительная боль в моей жизни была связана с расставанием с любимой. Вот когда моя девушка, сейчас уже моя жена, осталась в Америке. Я очень сильно страдал. Наверное, месяца три или четыре, вот самый пик боли, вот был четыре месяца. И вот только после этого я начал подключать технику благодарности. Я помню этот момент, когда уже не было сил плакать. Я вот на полу сидел, сидел на полу. И потом в один прекрасный момент меня осенило, что сколько можно раскручивать один и тот же негативный сценарий. Ведь было очень много позитивных моментов. Вообще, 2015 год был моим самым лучшим в жизни, да. Я встретил свою любовь, я испытал просто невероятные чувства, эмоции. И просто каждый день с любимой был каким-то невероятным днем. И я начал вспоминать эти дни, я начал это все записывать. Я взял лист и начал выписывать все самые приятные моменты. И когда я их начал выписывать, я начал понимать, эти же приятные моменты перечеркнуть уже нельзя. Все, они были в моей жизни. Я испытал просто крутейшие чувства, вот с кем я не общался, из ребят, никто таких чувств не испытывал. Никто. Я думаю, блин, зачем я страдаю? Почему бы не поблагодарить за эти чувства? Почему бы не поблагодарить этого человека за вот эти чувства? И я вспоминал прям каждую мелочь. Да, было как бы немного обидно, потому что это все было, сейчас этого нет. Но я все моменты вспоминал с теплом. Вот каждую прям мелочь. Когда мы там лежали и смотрели там головоломку, я помню, я обнял любимую. Она заснула у меня на плече. Вот просто каждый момент, когда мы там суши готовили, когда мы там на лавочке пили сидр. Просто каждую мелочь. Я все помнил. Я все помнил. И я начал за это благодарить. Я все выписывал, выписывал, выписывал. И все, спираль начала раскручиваться в другую сторону. Я начал подкреплять это все позитивными мыслями. Одна позитивная мысль. Еще одна, еще одна, еще одна. И это уже, знаете, превратилось в какой-то челлендж. Я старался все больше и больше и больше вспоминать каких-то крутых моментов. И в один прекрасный момент я ощутил себя самым счастливым человеком на земле. Я недавно плакал, я недавно плакал, а теперь я уже самый счастливый. Я благодарю за самые приятные моменты. И потом, после этого, я взял другой лист и начал уже подключать общую благодарность. Блин, а неужели все так плохо в моей жизни? А что у меня есть на данный момент? И я уже вот начал все перечислять. Там, спасибо за крышу над головой, спасибо за еду в холодильнике. Я вот только жалею, что не могу сейчас найти вот эти вот списки. Я все перерыл, не могу их найти. Так бы сейчас вам их показал. Короче, я начал вот так вот все выписывать. И потом такой думаю, блин, да у меня просто крутейшая жизнь. У меня крутейшая жизнь. Я живу один на квартире, да, пускай съемной, но я один. Мне никто не мешает. Я могу делать все, что я захочу. Я не хожу на работу. Я открываю ноутбук и работаю. Блин, люди ходят на работу. Я не хожу на работу. У многих там людей нету еды, воды. Живут просто в жутких условиях, да. Вот если посмотреть на людей там в Африке, в Индии, в Пакистане, да, в каких жутких условиях они живут? Дети купаются в каком-то там мусоре. Вода вся грязная. Живут в каких-то там хижинах. Просто ничего у людей нет. И они еще умудряются там веселиться в этом всем, да. Да, сколько там людей в Африке голодает. И я, блин, парюсь. А, кстати, знаете, почему так происходит? Потому что мы свою боль превозносим. Мы сильно завышаем важность. Вот мы одни такие страдальцы. Вот как нам плохо. У нас просто проблемы какого-то вселенского масштаба. Мы не разделяем боль других людей. Мы думаем, что вот, одним нам плохо, а всем остальным хорошо. Мы не разделяем боль других людей. Если вы будете разделять боль других людей, если вы будете понимать, как другим плохо, в каких жутких они условиях живут. Очень многие страдают от голода, холода, там, эпидемий, от войны. И я себе думаю, у меня есть право жаловаться? Я живу в таких условиях. У меня все есть. У меня все есть для успеха. Какого хрена я жалуюсь? У меня были лучшие моменты с любимым человеком. Я прожил лучший год. Сейчас у меня есть все, чтобы добиться успеха и есть все, чтобы вернуть своего любимого человека. Ведь все зависит от меня. Почему я парюсь? Было сложное время. Оно закончилось. Топи, иди и возвращай своего любимого человека. И вот, наверное, с тех пор я регулярно практикую благодарность. Я включил благодарность в свои утренние аффирмации, в свои молитвы. Еще у меня тогда был дневник благодарности. Я понял, какая это сила, я понял, какая это сила, как она помогает находиться в состоянии любви, в состоянии мотивации. Тебя уже негативные мысли не отвлекают. Теперь у меня было 80, условно, там, позитивных мыслей и 20 негативных. Да, негативные мысли меня догоняли, но как только они меня догоняли, я подключал сразу же технику благодарности. Все. Еще я хочу подметить, что благодарить можно за все, что угодно, ребята. Не обязательно иметь вот там машину, часы, деньги. Не обязательно, опять же, я благодарил за наушники. Потому что, когда я на учебу ехал в электричке, у меня была Nokia, на которой была змейка, на которой не было музыки, да. Я завидовал людям, которые сидели, смотрели в окно, в наушниках, там, слушали музыку. Я завидовал. И теперь у меня были наушники. Открывал я холодильник, я уже об этом говорил. У меня там три яйца. И я благодарил за три яйца. Я благодарил за интернет, за возможности, за все, что угодно можно благодарить. Даже вот за телефон. У всех есть телефон. Но не просто благодарите за телефон, а за те возможности, которые он приносит, да. Вы с помощью телефона можете включить любое видео. Вы с помощью телефона можете найти ответ на любой вопрос. Вы с помощью телефона что можете сделать? Связаться с человеком на другом конце мира. Прикиньте, какие у нас в руках возможности. и мы еще жалуемся. Две кнопки можно нажать и деньги заработать. Когда такое было? Вот так вот я это все раскручивал. А если вы это все выписываете, да, это еще как бы усиливает эффект. В общем, ребята, благодарность это просто крутейшая штука. Кому сейчас тяжело, попробуйте. Она изменила мою жизнь и вашу тоже изменит. Все, друзья, на этом буду прощаться. Огромное вам спасибо за поддержку, за мотивацию. Спасибо, что цените такие видео. Смотрите, если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях и те вопросы, которые наберут больше всего лайков, попадут в тему следующего видео. Все, друзья, до новых встреч. Всем пока.